Окей, ну, поехали дальше. Смотрите, я сейчас хотел рассказать про две такие немножко более продвинутые операции, связанные с работой с данными. Давайте я начну с того, что называется Pivot Tables. Давайте представим себе, что у меня есть тоже какая-нибудь такая табличка, в которой есть какие-то оценки. Вот, допустим, у меня есть табличка Gradebook, такой DataFrame, и при этом он устроен так. У меня есть один столбец, это имя студента, допустим, Alice, другой столбец, это предмет, допустим, алгебра, и третий столбец, это оценка, допустим, четыре. Ну, и давайте я несколько таких штук сделаю. Значит, у меня есть Alice Geometry, пусть будет пять, у меня есть какой-нибудь Боб, у него оценка по алгебре три, и у этого же самого Боба оценка по алгебре, пусть будет... О, не по алгебре, а по геометрии. Пусть будет пять. Так, и давайте я какие-нибудь названия этим столбцам присвою. Значит, колонки называются, допустим, Student Course Grade. Забыл запятую. Итак, значит, вот у меня есть такая табличка, и достаточно естественное желание, что можно сделать с этой табличкой, и это ее можно превратить в так называемый широкий формат. Но в данном случае не очень будет заметно, что он широкий. Давайте я добавлю еще парочку строчек. Допустим, я добавлю Клаудио, которая оценка по алгебре четверка, и у этой же Клаудио оценка по алгебре... У меня не по алгебре, а по геометрии. Допустим, пять. У всех по геометрии пять, давайте пусть будет три. Значит, давайте... Естественное желание, что можно сделать с этой табличкой, это превратить ее в табличку, у которой одна строчка будет соответствовать одному студенту, и разные курсы будут разными столбцами. Но, соответственно, то, что у меня здесь находится в столбце grade, будет написано на пересечении строчки столбца. И для этого есть штука, которая называется pivot. Здесь есть два метода, которые делают в терминологии электронных таблиц, в терминологии Excel. Это называется по-русски, это называется сводная таблица, но по-английски так и называется pivot tables. И здесь эта штука тоже называется pivot. Ну, вот здесь есть две функции с таким названием. Есть pivot, а есть pivot table. Давайте начнем просто с pivot. Значит, я применяю метод pivot к моему gradebook, и мне нужно здесь указать... Давайте посмотрим. Значит, ну вот полностью это выглядит вот так. Значит, чего здесь написано? Здесь написано, что я хочу сделать из вот такой вот таблички. Я хочу сделать табличку в так называемом широком формате. Но она здесь получается не сильно широкая, но если бы у меня было больше разных курсов... Ну, вот как бы если я добавляю вот в эту табличку либо курс, либо студентов, то она становится более длинной. И поэтому вот этот вот формат часто называется long, длинный. А если я буду добавлять курсы, значит, вот в это вот представление этой таблички, в новое представление, то она будет становиться более широкой, потому что у нас каждому курсу соответствует свой столбец. Столбцов будет становиться больше. И поэтому вот эта штука называется широким. Широким способом представления данных. Но, естественно, для того, чтобы превратить из длинного в широкий, нужно использовать эту функцию pilot. Значит, здесь я указываю, что у меня индексом, то есть названием строк будут браться, в качестве названия строк будут браться значения, которые написаны в столбце student. Вот, собственно говоря, они Alice, Bob, Klaudia. Вот они, где действительно есть. А название для колонок будет браться из столбца course. И вот у нас здесь алгебра и геометрия. Вот у нас здесь две колонки алгебра и геометрия. А сами по себе значения, которые будут на пересечении, будут браться из столбца great. Понятно, что в исходной таблице могли быть еще какие-то столбцы. Но мы сейчас берем только значения из столбца great. И вот получается такая новая табличка. Чем эта табличка хороша? Ну вот, значит, хороша над тем, что можно делать всякие операции над столбцами. То есть представьте себе, например, что я хочу найти всех студентов, у которых оценка по геометрии лучше, чем оценка по алгебре. Вот пользуясь вот этой табличкой, это сделать довольно трудно. Потому что у нас нет как бы соответствия между одним и тем же студентом и разными курсами. У нас они находятся в разных строчках нашей таблицы. И как бы эта информация про соответствие, она вот в этой таблице потеряна. Соответственно, для того, чтобы эту информацию восстановить, мне нужно перейти к вот этому вот pivot table. И, например, здесь, если меня интересуют те студенты, у которых оценка по геометрии больше, чем оценка по алгебре, ну, я могу просто сделать, например, так. Я могу добавить сюда выбор по условию. Давайте я ради разнообразия сделаю выбор по условию. Вот такое. Значит, оценка по геометрии больше, чем оценка по алгебре. Просто значение в столбце геометрии должно быть больше, чем значение в столбце алгебра. И вот я получил все строчки, которые этому соответствуют. Если меня, например, интересуют не сами строчки, а только имена студентов, я теперь могу получить вот в этой вот таблице индексный столбец. Для этого мне нужно применить просто свойства индекс. И вот, пожалуйста, мы видим, что студенты, которым геометрия дается лучше, чем алгебра, это Элис и Боб. Значит, если вам не нравятся вот такие вот запросы через query, которые делаются с помощью строчек, то можно заменить, например, на лямбуда. X-черометрии больше, чем X-алгебра. Запрос через лямбуда-функцию. То есть, как бы, смотрите, это означает, что, например, показывает, что если у вас есть данные вот в таком виде, а они довольно часто бывают в таком виде, потому что для многих приложений вот этот вот длинный вид, он довольно удобен. Но если вам нужно все-таки разбираться с тем, как связаны разные, значит, вот эти вот разные, в данном случае, курсы, которые относятся к одному этому же предмету, то вот можно использовать вот этот вот PivotTable. Ну, надо сказать, что на некоторые вопросы можно отвечать одинаково и с такой табличкой, и с табличкой широкой. Ну, вот, например, я сделаю широкую табличку. И, допустим, если я хочу посмотреть на среднюю оценку по какому-нибудь предмету, то я просто вот к этой широкой таблице могу применить. Что там, это min. Значит, если я хочу менять, если я хочу смотреть на среднюю оценку по предмету, то мне нужно написать exit равняется нулю. Exit равняется нулю означает, что при вот этом усреднении, ну, как бы, если бы вы написали это в виде цикла, то тогда та переменная, которая бы менялась, она будет соответствовать нулевой оси, то есть это строчкам. Осе нумеруют так, сначала строчки, потом столбцы. Соответственно, если я наоборот сделаю exit равняется 1, то это будет среднее по студентам. С одной стороны, вот такую вещь, кажется, чуть проще делать вот с такой табличкой, которая в широком формате, но, в принципе, с исходной табличкой это тоже легко сделать. Кстати, как? Кто знает? Кто знает? Значит, например, вот я хотел бы посчитать среднее по всем курсам из исходной таблички, получить вот такой вот series, как это сделать. Ну, идеологически нужно какое-то условие. Сначала, что считай вот по этому курсу, потом по другому. Да, ну вот это делается в одну строчку. То есть можно было, конечно, и цикл написать, но это долго и печально. И главное, как это не концептуально, я бы сказал. Правильный инструмент – это группировка и агрегирование. Значит, можно сказать, что мы группируем в данном случае по курсам и для каждого курса считаем среднее. Значит, ну вот я получил, поскольку я просто говорю, что я считаю среднее всех столбцов, то у меня получился в результате не series, а data frame, ну, потому что теоретически там могло быть несколько столбцов. Но я мог бы, если бы я хочу посчитать только по одному столбцу, мог бы сделать вот так, явно написать, что я хочу после группировки выбрать только столбец great и от него уже делать усреднение. Ну, как видите, результат точно такой же. Вот. Да, еще один момент, который связан с этим самым пайвотом. Давайте представим себе, что у меня есть… Дело в том, что вот в этом представлении, таком длинном, может так случиться, что у нас нет какой-то строчки. Допустим, нет у меня строчки про Боба и геометрию. Давайте посмотрим, что тогда будет. Что тогда будет, если я применяю тот же самый пайвот? Ну, понятно. Поскольку неизвестно, какая оценка у Боба по геометрии, то мы здесь получаем none. То есть в этом месте у нас будет пропуск. И надо сказать, что Pandas по умолчанию, он очень… Ну, короче, все функции в Pandas по умолчанию пропуски просто игнорируют. То есть, например, если я попрошу теперь сделать усреднение по столбцам, то видно, что он мне геометрию, когда усредняет, он мне просто… Просто считая среднее между вот этой пятеркой и вот этой тройкой, получается вот эта четверка. Вот. Окей. Да, ну и, соответственно, это означает, что, например, вот такая штука, она будет давать точно такой же результат, как вот такая штука. Значит, если мы сначала делаем пайлот, а потом усредняем, то это все равно, что сделать группировку по курсу и усреднить вот так. Ровно то же самое. Ну, давайте я явно скажу, что я хочу great. Ну и в целом это такое общее условие. В том, в тех ситуациях, когда пандас не знает какого-то значения, оно подставляет туда надо. Ну, надо сказать, что вот эта вот функция пайлот, ну вот сама по себе вот эта операция создания такой сводной таблицы, тут может возникнуть другая проблема. Ну вот одна проблема, это то, что каких-то данных не хватает, понятно, тогда просто добавляется надо. Но, возможно, другая ситуация, а именно может оказаться, что у нас какие-то данные дублируются. Представьте себе, что у меня есть две записи, значит, про Боба и геометрию. Их в первой строчке написано Боб геометрия 4, а во второй строчке написано Боб геометрия 5. И давайте попробуем снова применить тот же самый пайлот. Посмотрим, что получится. Ну, вот получается вот что. Он говорит, что он не может такого сделать, но ровно потому, что у нас дублирующиеся данные. Но это просто так функция пайлот работает. Есть другая функция, которая называется пайлот-тейбл, и она будет работать по-другому. А именно, значит, у нее те же самые аргументы, единственное, что они идут в другом порядке. Если вы не названиями эти аргументы указываете, а просто пишете в каком-то порядке, в котором вы помните, то пайлот и пайлот-тейбл используют разный порядок. Не знаю, почему так, видимо, как-то исторически сложилось. Но здесь видно, что у нас происходит в этом случае с Бобом. А именно, значит, у Боба было две оценки по геометрии, четверка и пятерка. И в результате в сводной таблице у меня на соответствующем месте стоит 4,5. Ну, просто потому, что произошло усреднение. И на самом деле здесь можно не обязательно усреднение делать, а можно делать разные агрегирующие функции. Значит, вот здесь есть параметр agfunk, по умолчанию это усреднение. Ну, можно, например, сказать, что берется… Вот у нас есть несколько строчек, и берется самое последнее значение. Ну, типа можно считать так, что вот у меня есть какие-то записи в журнале, и, например, если Боб сначала по геометрии получил 4, а потом 5, то это означает, что он просто исправил свою четверку на пятерку. Теперь у него пятерка. И для того, чтобы эту семантику передать, мне нужно использовать в качестве агрегирующей функции использовать last. Вот. Значит, эта функция чуть-чуть более хитро на работу, этот pivot table, он умеет делать вот такое агрегирование. Значит, это модификация преобразования функции в одну сторону из длинного формата в широкий. И есть и обратная операция. Иногда бывает полезно сделать наоборот. Превратить разные столбцы в… Ну, как бы сократить нашу таблицу, сделать ее, грубо говоря, таблицей, которая состоит из трех столбцов, и которая устроена вот так, как у меня здесь была вот такая вот исходная штука. Давайте попробуем сделать какую-нибудь табличку. Допустим. Вот. Давайте я ее назову grades. Собственно говоря, что-нибудь в таком же стиле. Значит, пусть у меня табличка 2 на 2 будет для простоты. У меня есть индекс. Пусть у меня будут Alice и Bob студенты. И пусть у меня будут оценки. Колонки называются, опять же, алгебра и геометрия. Сейчас. Давайте даже не так сделаем. Давайте я сделаю вот это вот не индексом, а просто отдельным столбцом. Пусть у меня здесь будет Alice. И индекса у нас никакого нет. Вот, кажется, так мне нужно сделать. Колонки называются student algebra и геометрия. Давайте вот так. Значит, у меня сейчас табличка с двумя строчками. Да, у меня трудность с придумыванием имен. Значит, у меня есть Alice и Bob. Два студента. У меня есть табличка с тремя столбцами. Первый столбец – это имя студента, а два остальных столбца – это их оценка, соответственно, алгебра и геометрия. И давайте сделаем теперь такую штуку. Называется Melt. Значит, обратное преобразование к Pivot называется Melt. И я всегда плохо помню, как им пользоваться. И каждый раз это у меня вызывает трудности. Но давайте я попробую. Значит, AdWars равняется student. Думаю, так должно сработать. Varname равняется course. Да, ура! С первой попытки. Значит, в данном случае я сказал, что у меня здесь есть несколько параметров, которые я могу передавать. Ну, в данном случае я сказал, что мне нужно использовать в качестве того столбца, в котором будут как бы идентификаторы. У меня будет столбец unit. И те столбцы, которые мне нужно переделать в переменные, это, в общем, все остальные столбцы. В переменной будет называться course. Ну да, давайте еще одну вещь можно сделать. Value name пусть равняется grade. Это будет название вот этого вот столбца, в котором находится оценка. То есть мне нужно указать название двух столбцов. Того столбца, в который помещаются названия исходных столбцов, и того столбца, в котором помещаются значения. Вот. Ну, видно, что получается очень похожая действительно табличка на ту, которая у меня была изначально. Ну, собственно говоря, это ровно она и получается. Ровно такого формата. Вот. Замечу, что melt – это не совсем обратная функция к пайвот или к пайвот-тейбл. Ну, в данном случае, скорее, к пайвот. Потому что, как видите, пайвот, он делает, он делает как бы в качестве той переменной, которая у нас идет по строчкам, вот название строчек, он их делает все-таки индексами. А здесь, вот в этой вот моей исходной табличке, в табличке grades, у меня эта переменная была не индексов, а просто отдельным столбцом. Кстати, не знаю, можно ли сказать, чтобы он использовал в качестве… в качестве ID.vars использовал бы именно индекс. Не знаю. Вот. Но, по крайней мере, так он работает. Да, смотрите, если вы хотите превратить, вот, допустим, у вас есть какая-нибудь такая вот табличка, вот, например, вот эта, и у нее есть столбец, который вы хотите… ну, у вас есть индекс, который вы хотите превратить в обычный столбец. Это можно сделать с помощью метода resetIndex. ResetIndex просто сбрасывает индекс, индекс теперь у нас снова 0.1.2, и при этом он создает столбец, в который переносит значение вашего индекса. то есть вот сравните, как оно было до resetIndex и как оно стало после. Вот. Это иногда бывает полезно. Ну, а можно наоборот. Если у вас есть какой-то столбец, который вы хотите, чтобы стал индексным, то вы можете его объявить индексу с помощью метода setIndex. То есть, в принципе, индекс – это как бы столбец, обладающий некоторыми специальными свойствами, потому что с помощью него можно делать всякий выбор. Это столбец, который учитывается при всяких разных операциях, но вот так вот его можно, соответственно, превращать в обычный столбец или наоборот обычный столбец превращать в индекс. Если вам совсем не нужен индекс, то есть вам его не нужно сохранять в виде столбца, вам его нужно просто игнорировать, то вы всегда можете сделать resetIndex, derup равняется true, после этого вы просто забываете индекс, просто индексы переделываются на 0, 1, 2, 3 и так далее. Есть ли какие-нибудь вопросы на эту тему? Хорошо, тогда давайте пойдем дальше. Давайте я покажу еще одну штуку. Это штука, которая касается не столько Pandas, сколько в целом работы с табличками, но она много где присутствует. Смотрите, значит, допустим, что у меня теперь такая история, у меня есть, допустим, две таблички. У меня есть табличка Students, в которой есть… Давайте каких-нибудь новых персонажей придумаем. Пусть у меня будет Винни, и, допустим, здесь будут какие-то чиселки написаны, и пусть у меня будут… Кто там был? Пятачок? Пиглет. Правильно? Пятачок так пишется. Тут будет еще какие-то чиселки. И кто у нас там еще был? Сова, осел. Сова, пусть будет сова. Сова пусть будут такие вот чиселки. И давайте я скажу, что такое мои колонки. Колонки – это… Ну, пусть снова это будут студенты, и у них есть какие-то идентификаторы. Допустим, это номера зачетной книжки. И у меня есть другая табличка, допустим, с оценками. И в этой табличке «Жизнь устроена так». В этой табличке будут тоже два столбца. И в этих двух столбцах написаны идентификаторы студентов и их оценки. Это какая-то такая табличка. Значит, у меня были студенты… Значит, у меня был студент Winnie с идентификатором 43.23, студент Piglet с идентификатором 12.42, и студент All с идентификатором 123. И теперь у меня есть оценки. Да, давайте я им дам все-таки название для колонок. Пусть будет вот так, например, Student ID, для того, чтобы было веселее. И Grade, например. Вот. То есть это такая табличка, у которой две колонки. В одной колонке написаны идентификаторы студентов, а в другой колонке написаны оценки. И как вы думаете, что мы хотим с этими табличками сделать? Спаять их? Спаять, да. Значит, мы хотим для каждого студента понимать, какая у него оценка. И у нас есть вот этот вот столбец с идентификаторами, и мы будем использовать именно его для того, чтобы понимать, как устроено соответствие между студентами и оценками. То есть я должен пройтись по всем строчкам, допустим, в первой таблице, найти строчку, у которой такой же идентификатор во второй таблице, и приделать, добавить к первой таблице столбец с оценками, так, чтобы у каждого студента была соответствующая оценка. И давайте посмотрим, как это можно сделать. В Pandas по традиции на этой теме есть целых две функции, немножко отличающиеся по тому, как они работают. Давайте начнем с той функции, которую я больше люблю, Merge. Что мне нужно указать? Мне нужно указать, во-первых, вот я применяю эту функцию как метод, значит, я его применяю к моему DataFrame Students. Я должен указать, какой столбец, какой DataFrame я приделываю к DataFrame Students. Значит, в случае это DataFrame Grades. И дальше мне нужно сказать, по какому столбцу я буду устанавливать соответствие. Значит, как видите, у меня здесь столбцы, содержащие идентификатор студента, называются по-разному. В DataFrame Students называется IDX, а в DataFrame Grades называется Student ID. Но это не страшно, можно... Значит, здесь есть LeftOn. Значит, я говорю, что я в левой таблице ищу столбец IDX, в правой ищу столбец Student ID. И все, не хватит с меня. И вот получается такая чудесная табличка. Значит, в ней есть столбец... Значит, в ней четыре столбца, при этом, ну, понятно, есть столбец Students, именем студент, есть столбец Grade, и еще есть два столбца, значение которых совпадает. Это как раз те самые столбцы, по которым мы делали мерш. Тут может возникнуть вопрос, а зачем вообще их тогда два, если они всегда совпадают? Ну, короткая тезь состоит в том, что они не всегда совпадают, потому что на самом деле та табличка, которая у нас получилась, это не единственный способ такую табличку сделать. Как видите, у нас в наших данных есть некоторые несоответствия. А именно в табличке Students есть сова, у которой идентификатор 123, который не встречается во второй таблице. и наоборот, в таблице Grades есть какой-то товарищ соединфикатор 153, которого нет в первой таблице, мы не знаем, кто это. Ну, почему так получилось? Может быть, у нас возникла просто какая-то опечатка, может быть, здесь у нас надежно было бы 120, а не 153. Может быть, на самом деле есть студент, которого мы не забыли завести в базу с именами студентов, мы как бы зачетную книжку ему выдали, а имени его не помним. Может быть, это какой-то секретный студент, имени которого мы не должны знать. Такое иногда бывает. Но, в общем, конкретные задачи могут быть по-разному. И дальше могут быть разные стратегии обработки вот этого несоответствия. А именно ситуация, что у нас бывают строчки в одной табличке, которым не соответствует другой табличке. Обрабатывать ее можно по-разному. И бывают разные типы этих самых мерж. По умолчанию у нас используется так называемый inner-мерж. Inner означает, что мы просто делаем как бы пересечение двух множеств. То есть мы берем только, мы создаем табличку, в которой есть только те строки, к которым есть соответствие в обеих исходных таблицах. То есть в этой новой таблице нет ни совы, ни вот этого непонятного анонимуса с номером 153. Соответственно, бывают еще три способа это обрабатывать. Во-первых, можно сделать left. Left означает, что все строчки, которые есть в левой таблице, будут учтены в правой. Но понятно, что если в правой нет ни соответствующих данных, то там будут наны. Ну и в частности, вот в столбце StudentID, который должен был бы по идее прийти с правого DataFrame, значит, здесь нет никакого значения, поэтому будет нан. Поэтому, как я сказал, не всегда совпадают значения в этих двух столбцах. Иногда может быть вот такая ситуация. Дальше можно сделать, понятное дело, не left, а right. это все то же самое, только наоборот. У нас теперь есть анонимус с номером 153. Мы понимаем, что мы не знаем его имени, но знаем его оценку. И, наконец, можно сделать так называемый outer join. Это когда берется объединение. И те записи, и эти записи включаются. Значит, нано могут быть и слева, и справа, в таком случае. Соответственно, какой join вам нужен уже зависит от того, какая у вас задача, от того, чего вы боитесь пропустить. Это, на самом деле, всегда такой немножко такой драматический момент. Одно дело, когда у нас здесь таблички с двумя строчками или с тремя строчками, на них можно глазками посмотреть и все увидеть. Но на практике жизнь, конечно, устроена посложнее. На практике у вас есть какая-нибудь огромная таблица с десятком тысяч записей. Есть какая-нибудь другая таблица с десятком тысяч записей. Вот вы их смерживаете, получаете какую-то новую таблицу, и дальше вы смотрите и думаете, то ли я сделал, правильно ли оно сработало, не потерял ли я чего-нибудь. И это всегда такой очень нитриальный вопрос. И в целом, когда вы делаете какие-то такие манипуляции, полезно проводить какие-то естественные проверки. ну вот как бы вы, ну я не знаю, допустим, вы сделали какую-нибудь операцию, и вы понимаете, что там, исходя из логики вещей, допустим, у вас не должно было появиться вот здесь вот нанов. Допустим, вы ожидаете, что у вас не бывает вот таких анонимусов. Да, ну вот возьмите и проверьте, правда ли, что вот здесь нет нанов. Значит, это всегда можно сделать. или, допустим, вы можете там, в общем, можно, очень полезная вещь, это делать какие-то такие естественные проверки. Всякий раз, когда вы понимаете, что ваши данные должны удовлетворять некоторому условию, какому-то естественному, а если они не удовлетворяют, что-то пошло не так, возьмите и проверьте, удовлетворяют или нет. Вот. Еще одна вещь, про которую нужно сказать, одно поведение, с которым мы здесь можем столкнуться, это то, что у нас есть несоответствие между строчками, а именно, что бывают строчки здесь, которым нет соответствия здесь, но может быть и наоборот. Может быть ситуация, когда у нас, например, давайте я уже запутался в своих табличках, давайте я сделаю grades, в котором будет несколько допустим, один тот же студент встречается несколько раз, допустим, у нас есть 12-42, у него бывает запись, которая ставит ему оценку 5, бывает запись, которая ставит оценку 3, а еще, допустим, ну и ладно, и хватит. Так, что-то ему не нравится, а, не нравится ему то, что я запятую забыл поставить. А, вот, и давайте, чтобы совсем было интересно, давайте сделаем, давайте сейчас со студентами что-нибудь сделаем странненькое. давайте просто задублируем. Значит, это я немножко искусственно делаю, но в целом, в целом вот в жизни она примерно так и бывает. то есть вполне возможно, ну как бы вот мы бы хотели бы, чтобы те вещи, которые мы, про которые мы думаем, что они идентификаторы, чтобы они действительно однозначно идентифицировали те объекты, про которые мы думаем. В данном случае мы хотим, чтобы имя однозначно идентифицировало студента, но вообще не факт, что у вас нет двух студентов, допустим, с разными именами, но одним и тем же, одной и той же айдишкой вот этой, потому что может быть два разных человек вводили в эту базу одного и того же студента и ошиблись. Один человек уже не посмотрел, что этот студент уже заведен в системе и добавил вторую запись, у которой будет та же айдишка, но при этом имя будет другим. Ну и вот давайте посмотрим, да, и давайте посмотрим, что будет, если я сейчас сделаю такой же мерш для вот этих вот двух новых, новых наших студентов. Ну, давайте я начну с Inner Merge, того, который срабатывает по умолчанию. Значит, ну, смотрите, что при этом происходит. При этом, в общем, все, что дублируется, оно и продолжает дублироваться. То есть, видно, что у меня в новой табличке теперь не две строчки, а четыре строчки, и у меня вот та часть, которая относится к студенту 43-23, она приджойнилась к, то есть, она размножилась в двух экземплярах и приджойнилась к обоим экземплярам Винни-Пуха. с таким именем и с таким именем. И то же самое произошло с пятачком. Значит, у пятачка теперь есть две строчки, которые соответствуют пятачку, соответственно, оценка пятерка и оценка тройка. Как вы думаете, а что было бы, если бы у меня была бы комбинация двух этих эффектов, а именно давайте представим себе, что у меня вот здесь раздвоился не пятачок, а как раз Винни-Пуха. Вот такая вот штука. Давайте посмотрим. Как вы думаете, что будет? Значит, теперь у меня есть два Винни-Пуха, то есть, два студента с идентификатором 43-23 и при этом этому студенту соответствуют две оценки. Как вы думаете, что будет? Я надеюсь, что все задвоится пару раз и будет в итоге четыре записи, то есть, будет, ну вот да, все задвоилось. Да, значит, происходит следующее. Все, что можно объединиться, объединяется. То есть, на самом деле, если вы помните, что такое Декартовое произведение, то возникает именно оно. Как бы для каждого вы берете всевозможные пары строчек слева и справа, у которых вот та штука, по которой вы объединяете, совпадает. И, с одной стороны, это такое самое естественное поведение здесь, с другой стороны, это иногда приводит к очень забавным эффектам. Например, в какой-то момент мне одна студентка прислала датафрейм и короткий скрипт для работы с этим датафреймом. Это было не на питоне написано, а на R. И с комментарием, что у нее почему-то в компьютер выдает ошибку, что ему не хватает памяти. И я стал смотреть, посмотрел, ну, там какой-то датафрейм типа на 10 тысяч строчек, но, в принципе, любой современный компьютер должен уметь работать с датафреймом такого размера. А потом я вчитался в код, попробовал его запустить и увидел, что там происходит следующее. Там происходит мерж двух табличек или даже мерж таблички с самой собой, такое иногда тоже бывает полезно делать. И суть в том, что в том столбце, по которому происходит мерж, огромное количество то ли нанов, то ли просто пустых строчек, ну, в общем, короче говоря, каких-то повторяющихся элементов. Их там типа очень много. Ну, и понятно, что если у вас табличка на 10 тысяч строк, и, грубо говоря, если вот та колонка, по которой вы делаете мерж, если она вообще везде одинаковая, то это приводит к тому, что у вас получается табличка, у которой 10 тысяч в квадрате строк, и тут уже табличка размером 100 миллионов строк уже, будет сложно спамить в этом случае. Но вот это нужно иметь в виду, что в том случае, если у вас то, почему вы делаете мерж, совпадает, то происходит такое Декартово произведение, вычисляется Декартово произведение. Хотя это естественное поведение, логично, чтобы это было так. Давайте покажу еще одну функцию, значит, это был мерж, есть еще функция, которая называется join, и я всегда не помню, как, значит, students join, это у нас правый, кажется, other or index, ага, да, значит, что такое join? join – это штука, которая работает с индексами, то есть давайте вот мы сейчас сделаем, давайте сделаем вот так, join, join, не надо наоборот сделать индексом, надо, да, 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 это я ерунду пишу, вот, here, student.id, что такое, или он наоборот хочет, чтобы я, а если так, вот я говорю, я никогда не помню, как эта штука работает, так, set-index, здесь видимо должен быть, ну, короче говоря, идея примерно такая, что join нужно использовать в тот момент, когда вы хотите в качестве того столбца, который, по которому вы сжойниваете, использовать, использовать индексный столбец. Значит, давайте я сейчас все-таки пойму, нет, видимо, все-таки не так, значит, он то ли, то ли, принудительным образом правый, этот самый, требует, чтобы он был индексным, то ли наоборот левый, но я никогда не могу запомнить, кто из них кто. Так, вот сейчас он нам сделал student.id и grade.nanami, то есть он ничего не нашел. Окей, если я делаю так, то он тоже ничего не находит. Если я делаю так, то он говорит care. Значит, он все-таки хочет, чтобы я делал вот так, и, значит, вот так, а здесь мне нужно сделать вот так. Ух. О. Так, то есть, короче говоря, мораль такая. Мне нужно, чтобы в правом, значит, в правом дата фрейме тот столбец, по которому мы джойним, чтобы он был индексным. В левом я могу джойнить по индексу, а могу джойнить по какому-нибудь другому столбцу. В общем, с моей точки зрения, джойн нужно использовать тогда, когда вам реально хочется джойнить что-то по индексу. но в целом, поскольку я не могу запомнить, как он работает, то я обычно всегда использую мерч. С джойном, значит, джойн по умолчанию использует, делает левый джойн, то есть он по умолчанию берет все строчки из левого дата фрейма. А мерч по умолчанию использует inner join, то есть берет пересечения. Запомнить это невозможно, но всегда можно посмотреть в документации. Вот. Значит, вот такая вот штука. Давайте посмотрим, что еще можно про эти джойны сказать. Да, значит, как обычно, если у вас на самом деле вы хотите делать джойн не по одному столбцу, а по нескольким столбцам, то это всегда можно сделать. То есть, например, если представим себе, что у меня есть студенты, которые, у которых есть, например, не имею фамилию, а Ладно, у Кристофера Робина, наверное, Робин это не фамилия, это кажется, у него двойное имя. Ладно, пусть будет first name и second name. И, допустим, есть вот такой вот data frame, а пусть ничего больше у него не будет, пусть только такие имена. Columns, допустим, first name, second name. И пусть у меня будут какие-нибудь так, нет, это какая-то сейчас будет не очень осмысленная вещь. Давайте все-таки здесь добавим какую-нибудь еще информацию. Чем такого добавить? Возраст. Не знаю, сколько лет кому. Допустим, Винни Поху Тария, Кристоферу Робину 7. А здесь пусть будут оценки и пусть будут здесь 5, а здесь 4. И здесь 4. пусть будет так же first name, second name. С тест на их можно теперь смерджать. И можно сказать, что я хочу смерджать по паре first name, да, будет тоже second name. first name, second name. Так, куда возраст делся? Может, я эту ячейку не запустил заново? Да, вот, пожалуйста. Значит, теперь у меня произошел мердж уже не по одной колонке, а по двум колонкам. Если у меня здесь был бы какой-нибудь другой винни, с какой-нибудь другой оценкой, ой, ну да, ну да, запятую забыл. Вот, то видно, что он не примерживается, потому что у нас inner join, и сейчас соответствие ведется, поиск соответствия ведется уже по двум колонкам. Ну, вообще, как я уже говорил, во многих ситуациях, когда осмысленно сделать что-то не с одной колонкой, а с несколькими колонками, вы можете передать список колонок, и Pandas это сделает. Вот. Значит, еще одна ситуация бывает, вот что, допустим, у меня есть какие-нибудь совпадающие столбцы, давайте я возьму. Пусть у меня здесь будет тоже какая-нибудь, пусть здесь будет тоже не H, а тоже какая-то оценка. Значит, ну вот представьте себе, что у меня есть две этих самых таблички, и в каждой табличке есть по оценке, и я хочу их смерживать. Давайте посмотрим, что будет, если я попробую это сделать. Значит, ну вот по умолчанию он этим одинаковым столбцам, значит, он к ним приписывает суффиксы, значит, по умолчанию это X и Y, но в принципе мы могли бы представить себе, что у меня на самом деле это две таблички, в которой там оценка по двум разным курсам. Да, я мог бы сказать, что вот у меня значит, суффиксы, ну вот, значит, получается вот такая вот штука. в целом вот этот инструмент мерч это ужасно важная штука, потому что очень часто у вас данные находятся не в одной табличке, а в нескольких табличках, и очень часто это как бы правильный способ представлять данные, то есть довольно часто, ну, как бы, что такое табличка? табличка, это на самом деле, ну так, если говорить языком баз данных, это некоторая история про какие-то отношения, то есть у вас есть, допустим, студенты оценки, и вот каждая строчка вашей таблицы, это на самом деле строчка, которая показывает, что данный студент имеет какое-то, как-то связано с данной оценкой, и ну, представьте себе, что, например, у студента есть, допустим, страна, откуда он приехал, а у этой страны есть, например, валюта, и тогда, с одной стороны, в какой-то ситуации, допустим, если мы делаем какую-то платежную ведомость, нам полезно знать, какая валюта, в какой валюте опирует каждый студент, а с другой стороны, по существу у вас вот эта вот связь между студентом и валютой, она как бы неестественна, а естественна связь именно между студентом и страной, страной и валютой, и там разумно эти данные хранить в разных табличках, но по мере необходимости делать мердж и дальше уже этим пользоваться, обрабатывать это. Вот. Значит, вот то, что я хотел сказать про такие штуки. Да, давайте. Значит, еще одну вещь покажу. Смотрите, значит, в Pandas бывает необходимость что-то сделать там со всей табличкой, например, найти во всей табличке какие-нибудь значения, которые обладают каким-то свойством и на что-нибудь их заменить. Давайте сейчас вернемся к какой-нибудь табличке, которая у нас была раньше. Давайте вернемся к вот этим вот табличкам с оценками. где у меня есть была табличка с оценками. Где я показывал мелод. Вот. Греть. Давайте вернемся к этой табличке. Ну и давайте представим себе, что я хочу посмотреть, например, на всех студентов, у которых оценка, даже не на всех студентов, а давайте я хочу что-нибудь сделать с теми ячейками, в которых оценка, скажем, меньше пяти. Во-первых, можно сделать, например, вот такую странную штуку. Сейчас, скорее всего, не заработает. Допустим, grades меньше пяти. Ну да. Значит, почему она не заработала? Потому что я пытаюсь... Значит, у меня сейчас в табличке grades у меня здесь две строчки, три столбца, первый столбец с тюнинг, а два остальных столбца с алгеброй геометрией с оценками. Если я делаю запрос grades меньше пяти, то это означает, что он пытается поэлементно все эти штуки сравнить с пятеркой, и понятно, что это означает, что он пытается и вот эти вот элементы строковые тоже сравнить с пятеркой, у него ничего не получается. Давайте мы к этому grades давайте мы сделаем... Давайте превратим студента в индекс, чтобы он не участвовал в этих операциях. Давайте я как-нибудь это назову. Сейчас, интересно, здесь есть in place. Хорошо, пусть будет вот так. Не люблю in place, но давайте сейчас сделаю. Значит, вот у меня теперь табличка, в которой в самой табличке только оценки, а вся вспомогательная информация, в частности про студентов, вынесена все-таки в... Именно студентов вынесена в название строчек. И давайте я попробую сделать то же самое, что уже делал. Grades меньше пяти. Давайте наоборот. Я хочу посмотреть на все оценки, которые больше либо равны пяти. Значит, вот смотрите, что происходит. Если я делаю вот такой запрос, ну, понятно, если бы вот здесь был бы какой-то конкретный столбец, то есть, например, grades geometry, то понятно, что ответом, в качестве ответа просто я получаю те строчки, которые удовлетворяют вот этому условию. Но если само условие имеет форму таблицы, вот так вот, то, естественно, я не могу выбрать строчки, которые, ну, как бы непонятно, что это означает. То есть, как бы у меня вот здесь вот на выходе должны получиться в таблице отдельные ячейки, которые удовлетворяют вот этому свойству. Ну, поскольку нет возможности вернуть как бы таблицу, которая состоит из отдельных ячеек, то есть, например, невозможно вернуть таблицу, в которой вот эта ячейка есть, а вот этих ячейок вообще нету. То есть, правая, правая нижняя ячейка есть, а всех остальных нету. то она возвращает в качестве тех ячейок, которые нам не нужны, она возвращает НАН. И это один из таких способов, как можно, ну, дальше, что можно делать с этими НАНами? Есть разные способы заполнять эти НАНы. Значит, есть метод fillNA, тоже полезный. Он позволяет с помощью разных алгоритмов заполнять НАНы. Ну, есть простейший способ заполнить все НАНы просто каким-то одним числом. Допустим, я могу заполнить все НАНы минус единицей. Или я могу сделать что-нибудь более интересное. Например, я могу заполнять НАНы, скажем, средним значением. Что-то такое получилось, интересно. очень интересно. Ну, да, правильно. Я же, значит, у меня grades, это было до того момента, как я сделал этот запрос. Что здесь произошло? Значит, у меня была табличка grades. Соответственно, когда я сделал, когда я применил к ней метод min, я получил усреднение по каждому столбцу. И когда я сказал заполнять НА с помощью того, что у меня получилось, что произошло? Значит, у меня весь столбец алгебра, все НА в столбце алгебра заменяются на вот эту 3,5, а все НА в столбце геометрии заменяются на вот эту 4,5. И понятно, как это работает? Я правильно понимаю, что мы могли бы в min передать какой-нибудь аргумент, который бы сказал, что нашу табличку постарайся ее расправить, чтобы она была плоской, и по всем значениям, по которым сможешь взять средний, по ним всем возьми. И тогда бы это было уже 4. Нет, тогда непонятно, что означает расправить. Изначально была табличка 2 на 2, непонятно, как от нее брать среднее. Нет, на самом деле можно было бы сделать просто вот так. Можно было бы, например, смотрите, можно было бы сказать, можно было бы ничего не усреднять, а просто передать ей табличку. Давайте, чтобы было понятно, где что произошло, давайте я сделаю вот так. Я взял нашу исходную табличку grades, поменял у нее знак на противоположной у всех чисел. После этого я сказал, что вот в нашей табличке, в которой оставлены только те оценки, которые больше либо равны 5, вот все те ячейки, которые NA, нужно заменить на соответствующие ячейки вот из этой таблицы. Вот что мы получили. Мой вопрос скорее про то, что я правильно помню, что у метода min, ну у него же может быть аргумент axis, да? Да, может быть, да, но вот если вы здесь сделаете, если вы сделаете вот так. Я, собственно, имел в виду, там может же быть какой-то, можно сделать, дать ему такой аргумент, чтобы он смотрел на все значения в таблице, а не вот, например, не только по столбикам, по строчкам. А, в смысле вы хотите, вы хотите, чтобы он усреднил вообще все? Да, да, да. Я понял. Я понял. А, типа, не помню. Index.coms. Ну, я думаю, что самый простой способ это сделать вот так. Если вы хотите среднее по всей таблице, может быть, есть, может быть, есть какой-то более высоконаучный метод, но, кажется, это то же самое. Да, среднее средних это то же самое, что просто среднее. по линейности. Вот. Ну, вообще, значит, вот этот самый fill.na это такая довольно полезная штука. Она по-всякому умеет, по-всякому умеет заполнять пропуски. Например, она может просто брать, например, значение с предыдущей строчки, у которой не было этого. или наоборот. в общем, короче говоря, по-всякому. Ну, на самом деле, вот то, что у меня сейчас в результате получилось, вот какая-то вот такая вот штука, когда я заполняю, когда я сначала делаю какой-то выбор по условию, а потом заполняю иные, которые не удовлетворяют этому условию. Другой способ это сделать, это использовать вот такую вещь. Смотрите. Значит, есть метод where, который позволяет, например, сделать вот так. Давайте лучше наоборот вот так сделаем. Значит, что вот эта штука делает? она говорит, что там, где grades больше либо равняется пяти, она будет оставлять grades, а во всех остальных ячейках она поставит минус единицу. И опять же, вот здесь вместо минус единицы может быть, например, может быть какая-то новая таблица, например, вот так. вот этот вот это опять же такой аналог, ну, во-первых, в NumPy что-то похожее у нас было, там есть функция np. where, но как бы про него можно думать как про замену оператора if. То есть в том случае, когда у вас рука тянется к тому, чтобы написать цикл и внутри цикла сделать какой-то if, но при этом вы работаете с какими-то пандесовскими датафреймами, то скорее всего вам нужно что-нибудь в этом роде, что-нибудь в этом where. Там дальше, вот в NumPy он может заменить еще там, где true. Эта штука также работает? Ну, то есть заменить там пятерку на что-нибудь на лихий. Ну, как бы вот на что она заменяет, это вот левый аргумент where. Не, я имею в виду заменить ту, которая в значении true. То есть Да, смотрите, как он работает. Вот там, где вот эта штука true, туда подставляются, вот там, где вот это условие true, туда подставляются значения вот отсюда, из левого аргумента where. А там, где оно false, туда подставляются значения из правого аргумента. А, все, понятно, то есть не совсем нам поиск. Не совсем, да, не совсем, чуть-чуть по-другому работает, да. И это, на самом деле, иногда с этим возникают трудности, потому что здесь приходится, ой, ну, приходится иногда задуматься, как бы нам нужно сначала изготовить тот data frame, на который мы хотим заменять, и к нему применить метод where. ну, в общем, ну, в общем, это работает. Ну, вот, например, если бы у меня бы, если бы я хотел бы, чтобы у меня бы слева было бы, допустим, одно и то же число, что нужно было бы, интересно, здесь есть какой-нибудь аналог, допустим, once like, нет, есть какой-нибудь pdvr, нет, тоже нету, то есть вот если бы я хотел бы, чтобы у меня слева было бы, допустим, не data frame, а просто одно число, то тут, конечно, нужно было бы как-то повозиться, я вот, не знаю хорошего способа это делать, надо посмотреть, потому что тогда мне нужно было бы изготовить data frame, который просто имеет нужные мне нужные размеры, и при этом состоить там из сплошных единиц, допустим, это, конечно, тоже можно сделать с помощью какого-нибудь рииндекса, но кстати, а, вот, есть такая штука, например, рииндекс лайк, интересно, интересно, то есть сейчас, если я сделаю, ну-ка, если я сделаю вот так, допустим, пустой data frame сейчас сделаю, дальше сделаю рииндекс лайк грейдс, ну, в общем, да, это, конечно, не самый интуитивно понятный способ, может, есть что-то более изящное, ну, вот сейчас я сделал так, я все, что больше либо равняется 5, заменил на вот эту единицу, а все, что меньше 5, заменил на минус, ту оценку, которая там была, не шибко изящная, но заработала. Давайте, давайте я поясню, кто такой рииндекс, значит, смотрите, вот, допустим, у меня есть, допустим, у меня есть какой-нибудь вот такой data frame, и, допустим, я хочу, чтобы у него всенепременно, например, столбцы назывались бы так, значит, они бы назывались бы геометрия, алгебра и калкулус. Значит, я это могу сделать вот таким образом. Метод трииндекс, он делает следующее, он заставляет соответствующий индекс таблички быть таким, каким мы сказали. При этом, если это добивается, если этого можно добиться путем перестановки столбцов, он делает перестановку столбцов. Видите, он мне геометрию поставил на первое место, алгебру на второе, потому что я так попросил. Но если у меня есть столбец, которого просто нет в исходной таблице, то он этот столбец все равно добавляет, но просто это означает, что там будут наны. Ну, кстати, не обязательно наны, можно было бы задать какое-нибудь другое значение. Вот. Это иногда бывает полезно, когда вам нужно привести две таблицы в некоторое соответствие, чтобы они бы выглядели одинаковым образом. соответственно, если бы мы бы наоборот какой-то из существующих столбцов не указали бы, то он был бы опущен. Это в какой-то мере похоже на то, что вы просто выберете вот так, вот выберете нужные вам столбцы. Вот такой способ, если вам нужно просто переставить столбцы местами, то можно просто сделать вот такую вещь. То есть в качестве в квадратной скобки подставить список, и он будет восприниматься как список столбцов, которые нужно вернуть. Но разница между вот таким подходом и реиндексом в том, что если вы вот в этом подходе добавляете какой-то столбец, которого не существует, то он начинает ругаться, что такого столбца нет. А реиндекс вместо этого просто этот столбец добавляет и по умолчанию забивает его нанами, а если вы указали fill value, то забивает тем, чем указать. Вот. Ну, кажется, я рассказал какой-то существенный кусок всяких довольно продвинутых штук в Pandas. Значит, если это какие-то вопросы, так, ну, я говорю, оно поначалу страшно и поначалу приходится гуглить, а потом, ну, а потом вы просто привыкаете к тому, что приходится много гуглить и продолжаете много гуглить. Вот. Но, ну, в общем, да. В какой-то мере история про Pandas это история типа забудьте все, что вы знали про программирование. Ну, с вами говоря, оно в какой-то мере началось еще с NumPy, потому что мы сначала два месяца учили всякие циклы и ифы, а после этого, ба-бах, у нас есть несколько домашних, в которых написано, что циклами пользоваться нельзя, ифами пользоваться нельзя. Вот. и как-то приходится думать немножко по-другому. Здесь все то же самое, только еще хуже и еще больше. В защиту этого подхода хочу сказать, что он в некем смысле более такой концептуальный. То есть, когда вы начинаете писать такой императивный код с форумами и ифами, ну, кроме того, что он в питоне работает довольно медленно, и это было бы полбеды. Не всегда вам нужна большая скорость. Но он, ну, как бы, на самом деле, если вы будете пытаться делать что-то такого типа с табличками с помощью вот форов и всего такого прочего, то вы, скорее всего, заметите, что вы начинаете изобретать свой собственный пандас. Потому что вот те методы, которые здесь есть, ну, в частности, вот всякие штуки типа там группировки, агрегирования, превращения табличек из длинного в широкий формат или наоборот, вот такие вот штуки, они, они как бы, ну, вот это реально то, что вы делаете с данными. То есть, когда вы думаете про преобразование данных, это некая естественная операция, которая, которая при этом возникает. Вот. И если вы будете пытаться их писать там с помощью форов, ну, нет, вы, конечно, напишите, но это будет менее понятный код, чем если вы будете пользоваться вот такими вот более концептуальными штуками, идиоматическими, как говорят программисты. Вот. Так, ну что, еще вопросы? Продолжение следует... Продолжение следует...